Добрый вечер! Добрый день, Дмитрий! Добрый день, радиослушатели! Согласен, что еще день для спорта, тем более, вечера не бывает, тем более для Тверского, так? Конечно, конечно. В Тверском спорте еще раннее-раннее утро. Вот тогда о том, что происходит ранним утром в Тверском спорте, мы сегодня и поговорим в рамках программы «В центре внимания». Андрей Александрович, получается, что без месяца год вы в кресле главного спортивного начальника Тверской области, но до этого даже напомню нашим радиослушателям, что Андрей Александрович не только мастер спорта международного класса по гребле, он был, естественно, замечательным тверским спортсменом, после этого работал тренером, после этого занимал посты в школе по гребле, то есть в спортивной школе, занимал посты в федерации по виду спорта, и теперь вот оказался в кресле руководителя всего Тверского спорта. Ну и как вот с сегодняшних позиций руководителя вы теперь оцениваете состояние дел в Тверском спорте? Спасибо, Дмитрий, за предоставленное слово. Конечно же, да, жизнь поменялась кардинально. С 8 февраля я вступил в должность председателя комитета по физической культуре и спорту Тверской области. Конечно же, должность обязывает к очень многому, но скажу так, что работа очень и очень интересная, хотя и сложная. Но больше интереса? Да, больше интереса, это моя сфера, мне интересно, и я лично сам переживаю за то, чтобы Тверской спорт развивался, Тверской спорт жил, и Тверской спорт радовал и наших жителей, в первую очередь, конечно же, своими высокими результатами. Ну вот о результатах, какой вот за этот период с 8 февраля, вот при вашем руководстве Тверским спортом, вы бы назвали результат наиболее приятный для вас, гостин, и нашими спортсменами, разумеется. Да, Тверскими спортсменами. 2017 год был богат на результаты. Ну, если так сразу сходу вспоминать, то, конечно же, отмечу, наверное, те медали, которые были выиграны нашими спортсменами впервые. Это, конечно же, Мария Кубышкина в академической гребле, бронзовая медаль первенства мира. Первый раз в истории, что девушка, женщина в академической гребле завоевывает медали международного класса. Это, конечно же, канавистка Анастасия Важинская, которая завоевала золотую медаль на юношеских Олимпийских играх. Из свежих результатов, из последних, это, конечно же, Аганесян Владимир, который выиграл две золотые медали. Вот буквально позавчера вернулись из Болгарии, где проходило первенство мира. Вообще первый раз попали, даже и сразу три тверских участника попали на первенство мира по акробатике, и такой оглушительный успех. Олимпийскому, замечу, виду спорта. Да. Ну что ж, пока мы вернемся еще обязательно к персоналям тверского спорта. Ну а давайте теперь вот все-таки с проблемами вы столкнулись, не будем это отрицать. Да, проблем много, но я вижу в проблемах какие-то возможности и реализовать себя, и проверить команду управленцев в спорте, вообще в тверском спорте. Проблемы это всегда вызов, и если ты ее можешь решить, то значит ты чего-то достоин. Попробую сформулировать те, которые мне, на мой взгляд, да, существуют такие проблемы, ну можно сказать, системные даже. А вы попробуйте тогда определить, расставить их по местам. Наверняка серьезная проблема – это инфраструктура спортивная региона, и в том числе и областного центра Твери. Наверняка это все-таки тренерский состав. Мы все время говорим о том, что повышать квалификацию тренеров необходимо, чтобы добиваться определенных результатов, но необходимо и расширять количество тренеров, чтобы они как раз занимались более массовым, да, более массовым спортом, ну, читая физкультуру. Есть, наверное, и проблема, которая открылась вот в 17-м году, наверное, проблема того, что профессионального спорта в Твери, я имею в виду в командных видах спорта. Вот из этих трех, как бы вы их ранжировали по глобальности? Все проблемы актуальны, все важны, но я думаю, что вы, наверное, по ранжиру назвали их правильно, вот так по порядку. То есть бронза у профессионального спорта, да, профессионального спорта, с них давайте и начнем. Конечно, болезненный вот этот переход профессионального спорта на внебюджетное финансирование. К сожалению, наши команды по хоккею и по футболу не смогли перестроиться на эти рельсы, но есть много очень объективных причин. И, конечно же, первая из них вообще общая ситуация в стране, вот именно в финансовом секторе. То есть сейчас найти генерального спонсора, который готов вкладывать деньги в профессиональный спорт, довольно-таки тяжело. Возможно, это возможно делать, но я думаю, что только с использованием достаточно серьезного административного ресурса. К сожалению, наши команды не смогли перестроиться. Что касательно ТХК, клуб закрылся. Сейчас у нас играет команда Тверичи, молодежная команда. Но скажу так, что для сравнения, в команде Тверичи, молодежная команда до 21 года, играют все тверские спортсмены. В команде ТХК из тверских спортсменов был только один спортсмен, это Соколов. Ну, периодически появлялись, типа Ваня Иванова, которому на днях присмотрели звание мастера спорта по хоккее. Очень тяжело его добиться в командных играх. Да, на самом деле это правда. В футболе и в хоккее, мастер спорта, это очень почетное звание. И в футбол, такая же ситуация с Волгой, в общем-то, игроков в Волге во втором дивизионе, когда наша команда играла, профессиональный клуб Волга, тверских игроков также было мало. Сейчас Волга с Шор играет в третьем дивизионе в любительском кольце, в золотом кольце, это любительская лига. Это все тверские футболисты, все тверские футболисты, и это, конечно же, плюс для нас. Ну и разговаривая с молодежью, которые сейчас играют, которые защищают цвета флага в этих видах спорта, мы говорим о том, что, ребят, для вас это перспектива, и для вас это дополнительная возможность роста, потому что сейчас селективная работа у профессиональных клубов ведется на достаточно серьезном уровне. Статистику ведут на хоккейном матче, скажу о том, что присутствует 18 судей, и статистика идет очень серьезная. Просчитывается все. И, естественно, потом анализируется, и лучших из лучших продолжат свою карьеру в КХЛ, в ВХЛ, в сборной команде России. Шансов меньше, чем при ТХК, но они, тем не менее, есть. Ну, я думаю, что для наших тверских спортсменов шансов стало больше, как ни странно. Да, вот это любопытная деталь, но, тем не менее, завершая уже вот этот блок о профессиональных клубах, наверное, стоит сказать, что, ну, рано говорить о полной потере профессионального спорта. Я думаю, что, конечно же, рано. Тем более то, что демонстрирует, например, баскетбольный клуб Тверь, пытаясь обойтись без финансирования бюджетного со стороны либо муниципалитета, либо региона. Тем не менее, клуб живет, развивается, ну, и будем надеяться, что у него будет будущее Тверского баскетбола. Это яркий пример. Баскетбольный клуб Тверь как раз взаимодействие со спонсорами, и я их всем вставлю в пример, потому что это серьезная работа, проведена именно руководством клуба и Максимом Дмитриевым, непосредственно менеджером команды. Да, сейчас они играют в любительской лиге, но именно к этой команде уже проявляют интерес и клубы из Москвы, из Московской области. То есть тоже варианты уже предлагают даже профессиональные клубы, вот именно по взаимодействию, по организации клуба в более высшей лиге. То есть эта работа ведется, есть предложения, и я думаю, что не за горами тот день, когда баскетбольный клуб выйдет в профессиональную лигу. Ну и наконец в этой связи отсутствие финансирования ТХК и Волги позволило сэкономить бюджету, ну в том числе прежде всего бюджету спортивного нашего региона, более 100 миллионов рублей. Насколько я помню, в 2017 году эти деньги из сферы спорта ведь не ушли, они остались у вас? Да, эти деньги остались в сфере спорта, однозначно эти деньги пойдут, сейчас они зарезервированы, потому что в этом году мы не успели сделать проектно-смертной документации, они пойдут однозначно на улучшение инфраструктуры спорта, то есть на строительство, на модернизацию существующих объектов спорта. То есть инфраструктура, это как раз первый вопрос, про который мы с вами проговорили. Все в спорте пересекается, это вы лучше меня знаете. Да, инфраструктура зачастую, конечно же, у нас устаревшая, вы можете посмотреть только на центральный стадион, и станет уже все понятно, что с нашими спортивными объектами происходит в Твери. В Тверской области, как ни странно, ситуация лучше, на мой взгляд. Вот за этот год я уже объехал много муниципалитетов, и в таких городах, как Вышний Волочок, Ржев, Торжок, Балагое, Калязин, в общем-то современные спортивные объекты, и это тоже программа именно по улучшению инфраструктуры спортивной в муниципалитетах, и она работает, и знаете, что в этом году мы ставим площадки легковозводимые для мини-футбола не только в городах, но и в поселках, в сельских поселениях, чтобы как можно больше охватить наше тверское население и как можно больше дать возможности для занятий именно физической культурой, то есть массовый спорт. Да, сейчас о массовом спорте. Единственную ремарку сделаю, вот Вы перечисляли районы, где, как Вам показалось, спорт на достаточно хорошем уровне, но чисто от меня я бы отметил особо Конакова. Конакова, соглашусь, лидер. Лидер, лидер. И бассейн, и ледовый дворец. И очень активная пропаганда здорового образа жизни. Да, и очень активно работают, молодцы. Да, да, да. И причем не только в самом городе, но и в ближайших сельских поселениях в районе работа ведется на хорошем уровне. Ну, а если уж президент Путин строит стадион, вряд ли. Да, да. И я бы отметил особо в Конакова ГТО. Центр ГТО в Конаково, это, конечно же, показательный центр, который есть у нас в области. Вот заговорили о сооружениях, которые по программе правительства региона сейчас устанавливаются в муниципалитетах, в районах нашей области. Просто уточнить, это вот паря для мини-футбола, они с решеточками, да, вот, чтобы мячик не улетал, там, ворота, все предусматриваются, покрытие. Да, это искусственное покрытие, да, площадка 24 на 40. Да, ну, стандартная. 24 на 40 стандарт. В этом году мы улучшили именно ограждение, потому что к нему больше всего было нареканий. Сейчас ограждение усиленное, поэтому будем надеяться, конечно же, при непосредственном участии муниципалитета, потому что на баланс муниципалитета передаются эти площадки, и при должном уходе, что эти площадки послужат долго. А туда вот вход свободный, простите, вот за такие детали? Вход туда для всех свободный, но площадка, естественно, закрывается. Ключ у сторожа? То есть оно установлено, площадки устанавливаются у муниципальных учреждений, в основном это, конечно же, общеобразовательные школы, либо школы спортивной направленности. Да, у сторожа ключ, без проблем он дает для тех, кто хочет позаниматься спортом. А содержать их будет, соответственно, муниципалитет, вот те же ограждения, там, здоровые мужики пробили мячом, сетку раз, снесли, кто будет ремонтировать? Да, содержание все полностью ложится. Или опять к Рештову все будут звонить, причините нам штангу, мы поговорим. Звонить, звонить могут и Рештову, но содержание все-таки будет на муниципалитете. Еще раз тогда уточню, в этом году уже там порядка 10, даже побольше, да, устанавливают? 13. 13 и еще есть планы на 35, да? 45 до 22 года. Да, 45 площадок и 45 комплексов тренажеров. Да, в этом году тренажеров, сейчас как раз они устанавливаются по муниципалитету, 27 тренажерных площадок будет устанавливаться. Это турники по различной, да? Нет, этот комплекс состоит из 10 тренажерных для различных групп мышц, и, что самое интересное, он под кровлей, то есть сделана стационарная кровля, то есть для круглогодичного использования тренажера. Ну, понятно, по площадке футбольной, соответственно, вот сейчас я уже в преддверии зимы спрашиваю, потому что и сам я играл, и ребята и зиму не прекращают, и мужики ходить побегать с мячиком. Да, конечно, круглогодичного использования. То есть дворник там муниципальный назначен, все будет разгребать. Мячики с собой приносить? Мячики пока свои. В предыдущей части эфира мы составили своеобразный рейтинг проблем тверского спорта, и не поверите, на первой строчке золотой медалью этот рейтинг открывает проблема инфраструктуры спортивной. Немного поговорили о том, что делается в муниципалитетах для преодоления этой проблемы, а теперь, наверное, имеет смысл поговорить о том, что делается в областном центре по этому поводу. Привели мы пример стадиона Центрального, это, конечно, действительно театр, театр абсурда. Андрей Александрович, какое все-таки первое у нас спортивное сооружение, вот так вот в каком-то уже более-менее приглядном виде, достойном 21 века, и звание действительно столицы Верхнего уже появится, на ваш взгляд? Спасибо, Дмитрий, за вопрос. Немного сейчас отойду от темы. Вы затронули культуру. Сейчас, конечно же, очень актуально, и мы с культурой идем рука об руку, потому что это воспитание подрастающего поколения. И проанонсирую просто премьеру, которая состоится завтра у нас в Театре юного зрителя, но, конечно же, для взрослых. Король лир, завтра 18.30, поэтому всех приглашаю, поддерживаю здесь сейчас культуру. Отлично, обязательно постараемся прийти. Переходим к спорту. В 2018 год в планах у нас реконструкция стадиона Химик. Это вторая очередь. Это поле, модернизация поля, поле с искусственным покрытием. Это беговые дорожки 400 метров по кругу и ремонт трибуны. Это вторая очередь ремонта стадиона Химик. А когда начнет, Андрей Александрович? Не затянут опять до снега, как частенько случается у нас в городе? Нет, я думаю, что постараемся сделать все в сроки, в отведенные. Я думаю, что летом все проведем. Ремонт, в принципе, займет, я думаю, месяца два-три. Так что в летние месяцы, как раз в самую жаркую строительную пару, как раз все сделаем. Я на это надеюсь. Не то, что надеюсь, я в этом уверен. Но там сможет играть наша команда ШОР, например? ШОР, Волга, да. Однозначно. И как раз и по этому сезону у них была проблема, потому что они тренируются на стадионе Юность с искусственным покрытием. На Химике естественный газон. И как раз переход с искусственного на естественный вызывает ряд проблем. И поэтому ребята в этом сезоне играли именно на Юности. Я думаю, что если в следующем году все получится, уже часть матчей они проведут на Химике. Безусловно, хотелось бы увидеть на трибунах Химика действительно болельщиков футбола. Все мы помним, как еще совсем недавно, несколько лет назад, там яблоку было негде упасть, когда приезжал в гости к нам питерский «Зенит». С центральным стадионом было совещание правительства. Губернатор что-то даже по этому поводу предлагал с ним срочно что-то делать. Что придумали с ним сделать? По центральному стадиону мы сейчас планируем объявить конкурс идей. Идей по центральному стадиону. А есть такая идея открыть строительный супермаркет? Нет. Обязательно спортивная направленность. Потому что вы видите, что получается такой кластер спортивный. В общем-то на берегу Волги. То есть стадион Химик. Далее юбилейный спорткомплекс, центральный стадион и грибная база. То есть такой серьезный спортивный кластер из нескольких таких сооружений, да, серьезных и знаковых для нашего города. Так что я думаю, что как раз его нужно развивать. Идеи уже есть. Идеи разные. Скажем так, от велопарка, от парка для бега, для любителей бега, до крытой ледовой арены для конькобежцев. То есть пока идеи разные. Мы все принимаем и всех как раз призываем поучаствовать в этом конкурсе. Ну то есть скорее всего 2018 год, наверное, будет ознаменован хотя бы определением концепции развития этого спортивного сооружения. Я думаю, что в 2018 году, вы правильно заметили, мы определимся с тем, что мы там будем делать. Ну и отмечу также, что никуда и не делась и документация, которая была сделана, на которую были потрачены бюджетные деньги по региональному центру для легкой атлетики. Да, помню, было подписание с... Да, было подписано соглашение с Федерацией, с Российской Федерацией Легкой Атлетики. Да, да, да. Но, к сожалению, притворить в жизнь ту идею не получилось. Как сейчас будет выглядеть на сегодняшний день, посмотрим. Я думаю, что время покажет. По центральному понятно. В этом кластере находится и грибная база на Волге, которая тут стала, ну не знаю, притчевоязыцах, наверное, уж. И федеральные телеканалы приезжали, снимали, насколько я понимаю, после этого и Следственный комитет организовал проверку этого, ну в кавычках я сейчас говорю, этого ужаса, который там творится. Андрей Александрович, ну вы там, не знаю, полужизни, наверное, провели свои, но все-таки реально, что там такое на базе? Все так плохо? И когда-то начнет этот решаться вопрос? Ну, сюжет, который прошел по одному из федеральных каналов по нашей грибной базе, он, конечно, не совсем объективен. Вы сами понимаете, что можно в Твери найти дорогу, снять репортаж где-нибудь, я не знаю, в Мамулино, там, да, где большая яма, и сказать, что вот в Твери нет дорог вообще. Или можно снять репортаж в центре города, где у нас новые дороги, сделан качественный ремонт и сказать, что в Твери дороги идеальны. Ну и здесь также подошли репортеры, я сам давал им интервью где-то в районе 20 минут, ну вырезали ту часть интервью, которая им нужна, и показали, в общем-то, те моменты, которые их только заинтересовали. На самом деле на грибных базах ситуация не такая плохая, не такая плачевная. В общем-то, и инвентарь хороший, и если брать ту же Волгу, ну и на Тверце, у нас современный эллинг для хранения судов, хорошие более-менее, скажем так, раздевалки для детей, тренажерные залы соответствуют подготовке грибцов, но наша больная, наша боль и наша головная боль, это отсутствие коммуникации. То есть мы не можем сделать ни тёплый туалет, ни душевые кабины, да. В общем-то, то, что должно быть, должно быть в 21 веке, это просто нормальные условия на сегодняшний день, да, для занятий спортом. Работа в этом направлении ведётся, есть уже дорожная карта по строительству именно двух объектов и на Волге, и на Тверце. На 2018 год запланирована работа по проектно-сметной документации. Сейчас на Тверце заканчивается работа по зоне охраны, то есть мы утверждаем зону охраны. Есть ещё определённые трудности, поэтому мы работаем в этом направлении. Но по 2018 году запланировано на Волге первый этап строительства, это как раз подведение коммуникаций и берегу укрепления, работы по берегу укрепления. Тверца полностью 2018 год уйдёт на подготовку документации, а начало строительства 2019 год. 2019 год, где тренироваться будут спортсмены, когда там стройка развернётся? Ну, мы найдём место с Тверцы. Туда? В Мигалово? Нет, нет, не в Мигалово. На Тверце ребята перейдут в парусную школу, где сейчас парусники, парусный спорт. В общем-то, сделаем расписание жёсткое. Я думаю, что сейчас уже и тренеры все понимают, и спортсмены поймут, что временные трудности, которые есть, через которые придётся пройти, в дальнейшем же как раз выльются в те условия современные, которые будут подготовлены для спортсменов и для тренеров. К разговору о базе на Волге, которая была показана, там же ещё такие недопонимания возникло, потому что пост директора этой школы на Волге покинул ваш хороший, я не знаю, даже друг, знакомый, это как минимум. Да, замечательный спортсмен, замечательный специалист и хороший очень тренер и наставник, да, Волконский Алексей. А кто теперь занял его место? Нашли уже кандидатуру? Да, кандидатура есть, уже утверждена она. Даже так. Но скажу по Алексею Викторовичу Волконскому, для меня, для самого, конечно, его решение было неожиданным. Но мы знаем друг друга уже очень давно, и я просто его уважаю как человека, и он очень много сделал для гребли и в Твери, и вообще в России. То есть он такой ярый популяризатор нашего вида спорта, который и сам добился результата, и в дальнейшем поработал, конечно же, на благо школы. И школа постоянно в смотре конкурсов во Всероссийском занимает призовые места. То есть это отчасти его, конечно же, заслуга была в этом. Но он принял такое решение, и я его уважаю. Уважаю это решение. Вчера было подписано Министерством имущественных отношений Тверской области распоряжение об утверждении Лаенко Андрея Юрьевича на должность директора этой школы. Лаенко Андрей Юрьевич – известный тоже гребец в прошлом. Он был и членом сборной команды СССР по гребле на байдарках. Затем очень долгое время работал в бизнесе. Успешный бизнесмен, смог построить серьезную компанию, которая работает также на благо тверских жителей. И сам занимается спортом, организовал ветеранский клуб, является ярым популяризатором здорового образа жизни, продолжает заниматься греблей, ездить на различные ветеранские соревнования. То есть человек в гребле не новичок. То есть его назначили, и коллективу он уже представлен? Да, сегодня прошло представление. Я сам лично ездил, его представил. Тренерский коллектив его поддерживает. И я думаю, что он сам заряжен именно на конструктивную работу. То есть его не интересует. Как ни странно, даже человек не спрашивал про зарплату. Сразу стал погружаться в детали. И как раз, конечно же, его желание совпадает и с моим, и с желанием тренеров, что инфраструктура, конечно же, сейчас вот это такой самый главный вопрос, который мы должны решить в ближайшее время. А вот перед рекламой задал вопрос, а сколько зарплат у директора спортивной школы? Ну, мы не говорим конкретно греблей, в принципе, порядок цифр. Ну, давайте скажем так, что где-то от 30 тысяч рублей, ну, максимум, я думаю, что самые заслуженные, перезаслуженные директора, которые уже давно работают в отрасли, где-то, наверное, до 55-60 тысяч может доходить зарплата. И сейчас поговорим об актуальнейшей теме, в принципе, имеющей непосредственное отношение к тверскому спорту. Сейчас мы будем говорить про Олимпиаду, которая уже в феврале пройдет в Корее. Андрей Александрович, давайте, да, сначала... Пхёнгчхан. Да, как-то это выговаривается слово гораздо сложнее, чем четыре буквы названия города Сочи. Ну, вот Сочи-то всё и начинается, шлейф-то вот потянулся, потянулся за эти ниточки. Давайте сначала о том, какие у нас есть с вами олимпийские надежды, а потом уже с вами попробуем порассуждать, есть ли надежды вообще олимпийские у тверичан, у поклонников спорта и у всей России. Итак, кто претендует из тверских спортсменов на попадание в национальную сборную? Да, Дмитрий, вы правильно отметили. В феврале 2018 года стартует зимние олимпийские игры Пхёнгчхан, Южная Корея. Тверские спортсмены также претендуют на участие в этих зимних олимпийских играх, причем по нескольким видам спорта. Я отмечу, конечно же, кандидата в лыжных гонках от Днепряева Наталья, которая сейчас неплохо выступает на первых этапах международных соревнований, как раз которые прошли в Финляндии, в Швеции. Наталья закрепляется в составе, но я думаю, что мы все держим кулаки и пожелаем ей удачи, чтобы именно в отборочном цикле прошло всё у неё удачно. Даниил Ейбок ещё, конечно, у него... Это шорт-трек, уважаемые. Да, это звезда шорт-трека. Всё-таки небольшие призрачные шансы у него остаются, хотя сейчас по результатам первых соревнований, которые у нас прошли всероссийские, он в команду не попал, но шанс небольшой у него есть. И, конечно же, наши хоккеисты, которые играют на серьёзном уровне, это, конечно же, и наша звезда Илья Ковальчук, и Любимов. Ну, в общем-то, мне кажется, что двое человек из хоккеистов только на сегодняшний день претендует на попадание в сборную команду России по хоккею. Теперь, конечно же, тема очень важная и актуальная, и наши радиослушатели её слышат из федеральных СМИ, отношения и Международного Олимпийского комитета, и отношения ВАДА, Международного... Всемирная антидопинговая компания, да, агентство, именно такое предвзятое к российским спортсменам. На мой взгляд, это как раз ситуация с продлением санкций, то есть санкции затрагивают нас во всех отраслях, в том числе не прошли и мимо спорта, хотя все помнят Пьера де Кубертена, основателя, конечно же, олимпийских игр, да, который в принципах олимпизма, конечно же, ставил в первую очередь честность борьбы и ни в коем случае никакой непредвзятое отношение, независимо от того, из какой страны спортсмен, да, какой расы спортсмен, какую там команду он представляет, то есть этой предвзятости её не должно быть. Но время диктует своё, и сегодняшний день, конечно же, все с тревогой смотрят. Вот в декабре как раз должно пройти заседание Международного олимпийского комитета, где будет приниматься решение по участию сборной команды России на зимних олимпийских играх. Андрей Александрович, ну вот вы внимательно, я думаю, что следите за всеми этими новостями, в том числе, да, и вот лыжников медали отнимают, биатлонисты, проблемы будут на днях, у скелетонистов возникли тоже, неприятности в связи вот с этим докладом Макларена так, не знаю даже, как его характеризовать, не буду характеризовать, в котором, под которые, под действием которого попадают наши спортсмены, даже близкий нам человек Илья Первухин, напомню вам, на Олимпиаде в Рио его партнёры сняли тоже именно благодаря этому докладу, а через два месяца выяснилось, да всё нормально, если было с Алексеем Каравашковым, вполне могли бы мы получить там и медаль. Но это уже теперь воспоминания, сослагательного наклонения, спорт, как и историю, наверное, не знает, и всё-таки вот есть у вас определённая тревога, что может такое случиться, что сборная России не попадёт на зимние олимпийские игры? Тревога есть, тревога есть, и как раз летние олимпийские игры, которые прошли в 2016 году в Рио-де-Жанейро, как за основу могут взять их легко и вот эту систему по недопуску российских спортсменов, да, легко её обкатать и на Пхенчхане. Просто, вот вы правильно заметили, 7 грибцов байдарка и каноя были отстранены от участия во всех международных соревнованиях. В этом году весной прошёл суд, КАС, то есть наши спортсмены подавали апелляцию, и все 7 спортсменов были восстановлены в правах. Ну, конечно же, никто не извиняется. Да, Рио-де-Жанейро прошло, и вроде как бы и федерация международная даже не извиняется за это. То есть, ну, ребят, так сложилась ситуация. Вот, я думаю, что такой сценарий, конечно же, нельзя исключать и с зимними олимпийскими играми. Ну, по вашей оценке, это будет трагедия для спорта, не участия в играх? Эта трагедия будет для всего мирового спорта, потому что же, конечно, это прецедент. Это прецедент, и нехороший прецедент, то, что именно принципы олимпизма, они забыты, и здесь мы открываем уже ящик Пандоры для каких-то других манипуляций. То есть спорт уже не зависит, начинает не зависеть от того, кто быстрее, выше, сильнее, а зависеть от того, у кого больше связей, у кого больше денег, кто лучше сможет договориться. То есть, ну, это уже не спорт. Ну, вот, вы помните прецедент такой, что трагедия, конечно, для спорта, для страны, но и огромная трагедия для спортсменов, которые всю жизнь, по сути, идут к этой главной своей вершине, олимпийским стартам, олимпийским состязаниям. И у нас есть с вами такой спортсмен, наш земляк Виктор Денисов, который по политическим мотивам, он уже здорово тогда выступал в 84-м, и вполне мог рассчитывать на золотую медаль, а в восьмерке, в четверке. И вот, не знаете, вот у него-то трагическая все-таки судьба, как вот воспримет та же молодая Непряева, которая вот идет, 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 и вдруг, ни с того ни с сего, ей говорят, Наташ, ты всю жизнь занималась не тем делом, иди работай в ВАДА. Вот как вот этот человеческий момент? Для спортсменов, конечно же, это трагедия, без преувеличения, это трагедия, потому что плохо тот спортсмен, который не желает быть олимпийским чемпионом. Это мечта, это мечта, и все, кто занимаются спортом, кто занимаются серьезно спортом, спортом высших достижений, конечно же, ставят основную цель перед собой, это олимпийская медаль. Для спортсмена это все, и он идет к этой цели всю жизнь. И когда он выполняет все требования, когда, вы знаете, что проверки ВАДА, они очень жесткие, сейчас спортсмен под пристальным вниманием, то есть он ведет дневник, ежедневно отправляет в ВАДА отчет по интернету, где он находится, и комиссар ВАДА может приехать в любой момент, хоть в 3 утра, хоть в 3 ночи, хоть в 5 утра, и если тебя не будет на месте, то это сразу же получается галочка. Три галочки, и тебя дисквалифицируют точно так же, неважно, употреблял ты либо не употреблял запрещенные вещества. То есть сейчас очень все серьезно, очень все контролируется, и спортсмены идут на эти жертвы и готовы идти, но спортсмен должен понимать, что у него будет шанс. Будет шанс выступить, будет шанс доказать то, что он может, то, что он может превозможить себя, добиться результата и побороться, шанс побороться за олимпийскую медаль. А когда спортсмены лишают этого шанса, то тут, конечно, руки опускаются у всех. Друзья, это очень тяжелая тема, тяжелая, наверное, прежде всего своей неизвестностью, потому что не можем мы пока спрогнозировать, как обернется ситуация, как проголосуют члены Международного Олимпийского комитета в начале декабря по поводу участия или не участия сборной России на Олимпийских играх. Но в 2018 году у нас с вами будет еще одно огромное событие, и уже у нас в стране, и тут уж наших спортсменов допустят, но это спортсмены, которые играют в футбол, называется эта команда сборная России по футболу. Как-то город Тверь, Тверская область, будет задействована в этом огромном, невероятном мировом празднике спорта, который стартует у нас в июне месяце, из-за которого якобы день города перенесли, не понимаю. Да, мероприятие очень серьезное, очень, конечно же, знаковое для России. И я думаю, что если ситуация международная была бы сейчас, как сейчас, нам бы, конечно же, Мундиаль никто бы не доверил проводить, просто из вредности. А тогда складывалась такая ситуация на международной арене, что, в общем-то, доверили, и помимо того, что это очень почетно, это накладывает, конечно же, и сложности, но, во-первых, позволит улучшить инфраструктуру, конечно же, для занятий футболом, обновить стадионы, те, которые есть, и вы уже видите, что и в Санкт-Петербурге, и в Казани, и Кубок Конфедерации, который прошел в этом году, в 2017 году, был пробным именно турниром, да, перед Чемпионатом мира. Я думаю, что все должно пройти на высоком уровне. Тверь будет участвовать, конечно же, как болельщик. Однозначно всех призываю смотреть, болеть. Сейчас уже прошла первая продажа, первая волна продажи билетов на Чемпионат мира, причем билет разобрали буквально за 10 минут. Ну, я думаю, что, конечно же, любители футбола, тверские любители футбола будут присутствовать на трибунах Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Волгограда и так далее. Я в Ростов. Кто куда. Андрей Александрович, такой личный вопрос. А через вас можно будет билетик достать? Ну, все-таки вы власть спортивная, может быть, как-то там распределят вам организаторы Чемпионата мира за успехи. Ну, пусть даже в гребле. Можно билетик? Ну, если бы вы спросили билет на греблю на Чемпионат мира, я бы посодействовал, потому что вход на Чемпионат мира по гребле бесплатный. Здесь, конечно же, сложнее ситуация. Ну, скажу за себя, я планирую покупать билет на общих условиях. Много сегодня затронули тем мировых, муниципальных, прошлись по районам, заглянули в город Тверь, поняли, что скоро откроется Химик. Но самое ближайшее у нас большое спортивное событие – это наступление зимы, дорогие друзья. Андрей Александрович, зимние виды спорта вступают в права. А чем, как вот жители смогут себя, жители, обычные горожане, проявить свою физическую активность именно в плане зимних видов спорта? Зима, как ни странно, время для активности, для активного отдыха. И, конечно же, для горожан, для жителей, для гостей города будет предложено очень много всего интересного в плане массового спорта. Конечно же, наши центры по лыжным видам – это Гришкино и Чуприяновка – ждут гостей. Пожалуйста, приезжайте, трассы будут готовы, есть прокат лыж, вы можете легко взять. Но в Гришкино еще и покататься можно с горок. В Гришкино и тюбинги, и каток есть. В общем-то, такие хорошие центры именно для отдыха, как для взрослых, так и для детей. Скажу, что в этом году будет трасса лыжная и в городе. Это Зать-Мачье, парк Зать-Мачье, который сейчас как раз ведутся работы. А, это вот, который напротив гостиницы Волга, у рынка, у церкви? Да, 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 вы правильно говорите. Там будет сделана лыжная трасса где-то около трех километров, поэтому, если кто-то не хочет ехать и уезжать из города, либо не имеет такой возможности, он просто может сюда прийти и покататься на лыжах. Лыжи в трамвай и поехали туда, в ландшафтный парк Тимака, я вспомнил. Да, причем место хорошее, и в том году там уже предварительные работы были сделаны, так, небольшая лыжня была, и пользуются спросом, и дети, даже школа по лыжным гонкам, то есть секция, да, ведет там тренировки. Именно начальная подготовка там проходит. Да, хорошая, хорошая новость. Скажем, по каткам, планируется опять организация катка, в том году очень хороший опыт по организации катка на площади Славы, в этом году будем тему эту развивать и дальше, и возможно будет модернизация катка, пока всех-всех кредитов раскрывать не буду, но тема интересная. Ну и елка будет, прокат будет. Да, однозначно. И, конечно же, все наши фоки ледовые приглашают массовое катание, никто не отменял. Ну и то, что город по традиции будет заливать и стадион химик, я думаю, что и у дворца спорта. Ну, в общем-то, о всех катках, которые будут работать, мы обязательно вам расскажем в эфире Пилот Радио и на сайте Твериспорт.ру.